Почему осторожный прохожий получает кирпич промеж глаз? Почему замечательный Божий замечает не каждого нас? Мельтеша торопливые птицы теребят жеребят кобылицы, но на свете, который давно, человеку житья не дано. Здравствуйте! С вами сегодня буду я, Татьяна Борисова, и Геннадий Чернецкий, автор этих стихов, поэт, наш с вами земляк. Он закончил Альбинку, он учился в финансовой академии при правительстве Российской Федерации, изучал мировую экономику. Гена, спасибо вам, что вы к нам выбрались, спасибо, что вы здесь. Ген, вот эти стихи, из которых я начала, может быть, я не очень хорошо их прочла и споткнулась. Как давно они были написаны? Сейчас я не помню, но лет 10 назад, наверное. И начали писать в 16 лет, это сколько лет назад? Это 16 лет назад. 16 лет назад. Я сегодня, буквально перед нашим разговором, говорила с Олей Ромашовой, а почему с ней, потому что именно с ней вы вели литературный кружок «Зимнее солнце». Она сказала, что вы не посадский поэт. Изначально не были посадским, а вы другой. Как Оля выразилась, вот он скорее это литературный институт. То есть это Москва, это такая столичная поэзия. Вот как вам такая реплика? Да, наверное, первые опыты какие-то связаны с Москвой, с жизнью в Москве. Я сразу после школы поступил в финансовую академию, жил в Москве. И с жизнью там были связаны естественные стихи. И потом, как-то более-менее в этом ремесле окрепнув, я посмотрел и на то, что происходит в посаде тоже. И тогда вот познакомился с людьми, которые пишут здесь. Да, наверное, не посадский, но мне кажется, что это настолько условно, что тут ничего другого. Но я не знаю, как эту тему развить. Гена, а когда вы поняли, что вы пишете стихи и можете называться поэтом? Вообще у вас была какая-то грань, какой-то пограничий, когда да, вы поняли, что я способен на это, я пишу, я поэт? Ну, вы знаете, никакой конкретной грани нет. Я стал активно писать, я помню, в 2003 году, тогда в 19 лет я стал много писать. И тогда я стал одновременно не только писать, но еще и увлекаться, читать много, читать что-то по литературоведению. То есть разбираться с поэзией. Я сделал, достал какую-то частью моей жизни. Вот тогда. Ну и, соответственно, я могу сказать, что как раз недавно думал об этом. Я стал считать себя поэтом значительно раньше, чем написал хоть что-нибудь стоящее. Стал считать себя тогда, в 2003 году. А когда стал, не знаю. Я начал общаться на политические темы в интернете. Это достаточно легковесно. То есть можно встретить человека, который разбирается и пишет хорошо. Можно встретить дилетанта и нахваливать друг друга и быть уверенными, что вы растете, пишете. А на самом деле никуда из какого-то такого собственного местечкового болота не выбираться. Но мне повезло. Я как раз таки встретил людей, ну что-то понимающих. И, соответственно, через общение с ними рос. А потом совершенно случайно попал на семинар к мастеру из ЛИТ-института. Познакомился с ним, с Калиной Ивановной Седых. И она сказала мне, ходи на семинар. Я тогда еще даже не поступал в ЛИТ, а просто стал ходить к ней на семинар. И да, это уже творческая мастерская. А вот еще из Гениных стихов. Моей душе покоя нет, я знаю с малых лет. Закат садится на дома, мой дом, моя тюрьма. Ни шагу больше не пройду. Усну в твоем пруду, закроешь дверь сама. Ген, а кто такой сегодня поэт? Кто этот человек? Слышит его, нужен он людям. Люди разные и поэты разные. Если говорить, востребовано ли современным обществом поэзии, нет, не востребовано. Но... А почему? Например, в Вознесенского слушали залы. Рождественского, Высоцкого, Акуджаву. В оттепельные времена, и это залы, это стадионы. Слушали, пели, передавали, перепечатывали. Ну, возможно... Во-первых, я не считаю, что это хорошо, что поэта слушают стадионы. Мне кажется, что это довольно искусственно. А с другой стороны, я думаю, что, вероятно, была такая нехватка живого слова. И когда вокруг языка официоза, когда свободы слова, в общем-то, нет. Какое-то вот такое живое, более-менее свободное слово. Видимо, было востребовано. Сейчас мы вольны говорить, что хотим. Хоть ситуация в официальной струе и меняется, но все равно, пока мы... Все равно люди пишут что угодно в интернете, да, люди выражают любые точки зрения. Очень много информации. Информации сейчас в мире, в котором гораздо больше информации. Поэтому поэзия не выдерживает конкуренции, скажем там, с сериалами, в которых... Вот сейчас сериальная культура — это место развития массовой культуры, активного развития, настоящего. Конечно, поэзия проигрывает. Осип Мандельштам пишет в 1933-м «Мы живем под собой, не чуя страны». Вот за эти строчки через год его арестовывают. А еще через пару-тройку лет его арестовывают снова и просто уничтожают. То есть вот какой силой обладают слова и как их боятся. Вот сегодня, сегодняшняя власть, допустим, может... Сегодняшняя власть может напугать какая-то строчка. Или есть, может быть, в современной поэзии такие люди, кто способен вот так вот отрезвить власть, как это мог Осип Мандельштам? Ведь очень мощные и очень сильные, особенно если учитывать контекст, в котором были написаны эти стихи. Да, ну, мне кажется, что современную власть напугать может все, что угодно. Именно с точки зрения, что всего живого они снова дико боятся. Но, с другой стороны, ее уже не отрезвить ничем, тем более не поэтическим словом. Сейчас влияние поэтического слова просто сказанного ничтожно. Мало людей читают поэзию, и поэты не являются демиургами для многих. Ген, мне было бы интересно, чтобы вы порассуждали о том, насколько важна поэту свобода. Вот, опять же, тот же Мандельштам. Опять же, я говорю лишь о нем со слов Надежды Мандельштам из двухтомника, которым я сейчас как раз и занята. И она много пишет об этом, о том, как он постепенно обретал свободу, о том, что есть свобода и своеволие, и одна уничтожает все живое вокруг, а другая как-то строит эту жизнь. Вот что для вас, и как вообще вам нужно это ощущение, вам важно это? Мне кажется, что свобода – это одна из самых важных вещей, конечно. Ну, это одна из основ существования общества, мне кажется, существования человека. Да, это базовая ценность, для меня точно, абсолютно. Но свобода же есть внешняя и внутренняя, да, и внутренняя свобода, ее не обрести, вернее, ее никто вам не даст, никто нам не даст. Это собственное ощущение, собственная готовность или неготовность говорить, понимать, слышать, воспринимать. Человек чувствует, когда его свобода ограничена внешне, кто-то это чувствует острее, кто-то меньше. И, конечно, я ощущаю, что свобода вокруг становится меньше. Мне от этого тесно, мне от этого неуютно самому. А вот Стругацкий говорит о том, что это наша болезнь, такая свободофобия. Мы боимся свободы, и пока вот мы не преодолеем эту болезнь, мы, русские, нам свободы не видать. Вы бы с ним согласились? Не знаю, мне сложно говорить за всех русских, я бы не стал этого делать. Да, наверное, общество в массе своей не свободно, не способно оценить и использовать свободу, что ли. Ген, ну, почитайте что-нибудь сам. Хорошо, я тогда напоследок вот что прочту. Маша идет каждый день на учебу вдоль кладбища. Скажи, Маша, что ты видишь, глядя на кресты? Видишь ли ты двух рыб в плетеной корзине, или только червей, которые, ну, понятно. Видишь ли ты человека смиренного, колющим терном увенчанного, или пятерых мужчин в резиновых сапогах с лопатами? Скажи, ты видишь, как эти рыбы уплывают в далекий космос, оставляя место тому, кто льет воду, или как доски становятся землей, и туда, где лег один, ложится другой? Не то я вижу каждый день, идя на учебу вдоль кладбища, отвечает Маша. Я вижу впалый рот моей доброй прабабки и слышу, как она напевает крестьянскую песню про сокола, которую еще Ленин, умирая, Сталин упел. Спасибо, Ген. Спасибо. Это был Геннадий Чернецкий, поэт. Оставайтесь на ТВР24. Всего вам доброго. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова